Эй, привет, братишка, как делишки? Держи от меня мега бодрого леща. С вами старый алкаш Оскар, ну, или как оно там? В общем, всем салют, господа, с вами Оскар. И это продолжение рубрики «Сколько фармит премиум техника?». Как я понял, прошлые видосы вам зашли, и вы настойчиво требовали продолжения. Но если каким-то чудом вы прошлые видео не видели, то ссылочка, само собой, будет в описании. Ознакомьтесь. А сегодня мы рассмотрим средние танки. Посмотрим, сколько в среднем они фармят с премиум аккаунтом и без него. И еще буду учитывать комфорт игры. Ну, потому что, сами понимаете, танков много, но не все они одинаково хороши. И вкратце буду перечислять достоинства каждого экземпляра. Если они, конечно, есть. Ну что, присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Рекламы не будет. Первый по списку шведский «Лансен Си». Ну вот что про него можно сказать хорошего? Ну, во-первых, футуристичный внешний вид. Неплохой разовый урон. 320 единиц это вам не шуточки. Приятные углы склонения орудия. Минус 10 градусов. Ну и хорошая подвижность. Там удельная мощность 28 лошадок, если что. На постоянной основе в продаже нет, но периодически продается. Очень требовательный к рукам, держу в курсе. Ну а как он фармит, прямо сейчас и посмотрим. И да, забыл сказать. В среднем буду стараться настреливать 3000 урона. Где-то получится чуть больше, где-то чуть меньше. И никакой голды. Комфорт нанесения урона на «Лансене» ну где-то 7 баллов из 10. Орудие неточное, ну и пробитие такое себе. В итоге с премиум аккаунтом удалось нафармить 81 тысячу. Без према 49 тысяч. Да, еще нужно учитывать по-своему ли ты за свету настрелял, ассист, ну и так далее. Мы же с вами берем средний результат. Так, а следующий у нас идет французский «Революзи». Вкратце о нем. Танк 7 уровня, с броней от 5, расположенный на 8 и играющий против десяток. Плюсов у этого недоразумения немного. Альфа 390 единиц. Хорошая скорость полета основных подкалиберов. Ну и точность орудия ок. А в остальном это неиграбельный кусок. Ну а фармит как? Бой начинается. Ой, а это у нас баланс такой. Мда, в общем скажу честно. Пока я настрелял эти 3000 урона, я чуть не сдох раза где-то 3. Он до такой степени неиграбелен в нынешнем рандоме, что я ему даю 3 балла из 10. За 3500 урона, чистыми с премиум аккаунтом, получаем почти 82 тысячи серебра. А без према 48 тысяч. В общем, если вам дорого ваше здоровье, ни в коем разе даже не думайте покупать это недоразумение. Волосы станут седыми раньше времени. Я вас предупредил. Следующий Лоррейн 40 тонн. Некоторые его называют Лориска, а в особо узких кругах зовут Тимофей Палыч. Из плюсов в первую очередь это его барабан на 4 снаряда. Хорошее бронепробитие, быстрый разгон, отличная максимальная скорость. И опять продолжают держать в курсе. Танк до ужаса скиллозависимый. Но это не самое главное. Главное, сколько он фармит. Лоррейн 40 тонн. Поехали стукать. Ой, что-то я тут немного переборщил. Почти 5000 урона. Ну, во-первых, потому что посчастливилось оказаться в топе. И во-вторых, я просто не мог остановиться. Они сами лезли, я не виноват. В общем, комфорт игры 6 баллов из 10. Танк очень картонный и даже в топе его больно стукают. В общем, сложно на нем играть. За столь внушительное количество урона с премиум аккаунтом имеем почти 103 тысячи серебра. И без према 56. Ну, что тут сказать, честная игра. Следующий. Шкода Т27. Да, он уже не такой быстрый, как француз. Барабан не такой грозный. Но зато перезаряжается и разряжается быстрее. Я как-то в своем обзоре говорил. Этот танк идеально бы вписывался в ветку исследования. Но как прем, на фоне остальных он мало чем выделяется. Серенький такой. Но все же на вкус и цвет товарища нет. Многим он нравится, многие на нем играют. И, конечно же, всем интересно, сколько же чешский барабанщик фармит. Сейчас и увидим. Поехали. Музыка. 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 Хм, знаете, рассказываю я тут серенький, ничем не выделяется. А в бою-то оказывается достаточно эффективен. Благодаря быстрой разрядке барабана, настрелять 3000 удалось без проблем. Но полное отсутствие брони все же ощущалось. 7 баллов из 10. С премиум аккаунтом удалось нафармить 88,5 тысяч серебра. Без премиум аккаунта 55,5 тысяч. Так, все это время мы рассматривали шведские, французские, чешские танки. И вот, наконец-то настало время нашего родного, советского православного гвардейца. Вы только посмотрите на эту дубину. Большой разовый урон, 390 единиц, хорошая точность, маскировка. С одной стороны, это идеальный премиумный танк для любителей постоять в кустиках. Но, господа, это не про меня. Даже если бы я играл на арте, боже упаси. Я бы все равно ехал на первую линию драться. Собственно, что я обычно и делаю на гвардейца. Чтобы много фармить, надо много стукать. Бой начинается. А эффективно стукать на этом танке оказывается не так уж и просто. Особенно, когда попадаешь против девяток и десяток. Комфорт игры 4 балла из 10. Но все же, 3000 урона есть и на этом хорошо. С премиум аккаунтом имеем 74 тысячи серебра. Без прем ака 44 тысячи. Но, как говорится, не в серебре счастье, господа. Серебро портит людей. Здоровья за серебро не купишь, это точно. Поэтому, следующий претендент. Итальянский Progetto. Если вы еще не слышали, повторяю. Это один из лучших премов в игре. И плюсов у него намного больше, чем минусов. Офигенный механизм дозарядки. Высокая точность. Мобильность. Комфортный УВН. Это именно тот случай, когда отдел баланса немножко постарался. Ладно, слова это одно. Но каков он в деле? Справляется ли он со своей задачей? Сейчас узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok Слова, оказывается, оказались не пустыми. Итальянец на самом деле потрясающий. Комфорт игры 8 баллов из 10. Если бы он постоянно играл с восьмерками и не попадал бы к десяткам, можно было бы целых 10 баллов поставить. Так, а по фарму у нас что? Мне тут за боевые задачи какие-то 70 тысяч начислили. Отнимаем их. И с премиум аккаунтом получается 72 с половиной тысяч серебра. Без прем ака 41 тысяча. Как видите, средние танки также способны неплохо фармить. Комфорт игры на некоторых, конечно, оставляет желать лучшего. И наличие среднего уровня игры обязательно. На тяжах все-таки играть попроще. Если вы спросите, почему ты не посмотрел тот или этот танк? Так, отвечаю. Остальные премиумные средние танки, которых еще немало, вы увидите во второй, ну или в третьей части. А для того, чтобы ускорить выход следующей части, обязательно ставьте пальцы вверх. И прошу вас, не игнорируйте мою просьбу. Так как создание подобного рода видео занимает немало времени. И если оно не будет нести каналу какой-нибудь пользы, то делать мне их просто бессмысленно. Так что, если вам не безразлична судьба от данной рубрики, проявите активность. Я в долгу не останусь. Ну и, конечно, пишите в комментариях, какие премы вы хотели бы видеть в следующем видео. Если впервые у меня на канале, то обязательно подписывайтесь. Впереди только качественный контент. С вами был Оскар. Всех благодарю за внимание. Пока.